итак когда все уже готово нам нужно приступить к сборке прежде всего нам надо собрать вот такие перчики как мы это будем делать вот у нас серединка вот у нас наша деталь нашего перца мы берем наш клей лихом и хорошо промазываем полностью всю детальку даже можно придерживать немножко не руками чтобы не пачкать на чем-нибудь вот как я например шила итак вот наша деталь вся промазанная клей сейчас немножко закроем оставим в стороночку берем срединку прикладываем ее и начинаем клеить вот с самого края отступая от края примерно где-то миллиметров 7 прикладываем и наша задача полностью склеить так чтобы вот эта срединка осталась внутри ее видно не было нам нужно сделать очень красивый шов здесь вот самый край начинаем с самого края и вот так вот складываем у красного перца чили кончик очень-очень острый и поэтому нам вот этот кончик и нужно сделать острым для этого мы просто пока прижимаем крепко и нужно не торопиться а стараться чтобы все это дело было достаточно аккуратно если небольшие вот есть огрехи их можно в принципе потом поправить начинает надо с кончика и и главное не торопиться прячем всю вату вовнутрь получаем аккуратненький шов опять прячем вату натягиваем вторую половинку и расправляем шов оттягиваем опять прячем и накладываем одну часть на другую оттягиваем немножко и расправляем сильно вот когда начала оттягивать у меня что-то вылазило еще раз поправляем пусть у нас перчик гнется он такой действительности нет прямых перчиков они все немножечко согнуты так что у нас с вами получаются самые натуральные перчики если надо можно еще дополнительно намазать клеем так и склеить вот этот вот шов вот как он у меня получается вот он сначала клеится потом немножечко может расползть здесь ничего страшного даже когда вот он высохнет потом если где-то видите что будет отставать можно немножко еще взять клеить и подклеить здесь надо достаточно долго в принципе держать для того чтобы он хорошо склеился даже вот так посмотрите как у меня это достаточно неплохо вот здесь только хвостик немножко это уже в самом-самом конце можно немножко еще вот так вот склеить и вот так зажать вот так вот здесь вот все хорошо верхушка верхушку немножко можно даже взять здесь она мне большеватая я могу взять немножко вот так и вот так заправить потому что некоторые перчики у меня верхушечка нормальная была здесь просто поменьше срединка поэтому она у меня получилась немножко большеватая пусть этот перчик будет чуточку поменьше размере вот что делаем теперь тогда у нас вот такой перчик уже готов вот так он у нас выглядит вот наш краешек видите вот этот шовчик достаточно тоже ровненько аккуратненько мы берем подклейку смазываем ее клеем смазываем клеем и надеваем на наш перчик надеваем на перчик и аккуратненько сначала придерживаем на том месте где вот у нас шов вот у нас шов мы значит ее немножечко нашу оттягиваем все в этом месте держим теперь бьем ножницы и чуточку вот так не доходя до края между вот этими тиксадами нашими подрезаем и оставшиеся части так склеиваем по кругу пусть заходит одна часть на другую это как раз в принципе нам нам этого и надо добиться чтобы вот эта вот вся наша наклеечка хорошо приклеилась пусть будут здесь складочки ничего такого страшного я в этом не вижу конечно подклейка приклеивание вот этой подклейки достаточно тоже немножко такое дело трудоемко потому что надо дождаться чтобы это все приклеилось хорошо времени как обычно у нас не очень много особенно у меня когда я вам показываю хочется сэкономить время не всегда получается не всегда в принципе это надо конечно вот старайтесь вот закрывать сейчас еще немножко клею добавлю все швы закрывать надо вот так как раз таки вот пошло у нас нормально все идет и так примерно это будет вот так ну конечно здесь вот еще не доклеилось смотрите видите отстает но это она будет пока отставать пока не высохнет вот она немножко высохнет потом вот так вот прижмешь и оно все очень хорошо приклеится пока мы это ждать не будем и здесь то же самое пошел вот она сначала приклеится потом немножко отклеивается то есть это просто еще мокрый шов все это такое здесь вот слабенькое и она потом у нас приклеится со мной теперь нам надо сделать вот такой здесь мы пока бросаем нам надо сделать вот такой стебелечек берем нашу трубочку видите я здесь ее отрезала вот по косой теперь мы берем нашу трубочку вот в этом месте промазываем ее клеем и вот так аккуратно вставляем нашу проволочку туда теперь выискиваем самое нехорошее место вот это место видите здесь вот немножко отстает у нас вот мы к этому месту прикладываем нашу трубочку посмотрите вот и таким образом она у нас должна склеится вот закрыли должна склеится с нашим перчиком длина перчика вот смотрите вот один перец вот второй вот третий где то будет так один второй третий самый длинный вот где то вот так где то вот так опять таки видите по косой я его обстригаю вот таким образом у нас будет наш третий перчик вот мне надо положить его стороночку он здесь вот у меня сырой он и здесь у меня сырой в принципе вот здесь эти перчики тоже у меня еще не подсохли пусть они у нас немножко высохнут вообще в идеале надо чтобы все полностью три перчика высохли очень и очень хорошо и вот так вот Państwo немножко можно поправить я грехи но в принципе это надо поправлять уже после того как все работы готовы здесь вот это вот можно все лишнее убрать это потом уже просто клей лишний клей просто отодрать немножечко и все так он аккуратно у нас получилось ничего не намазали с вами итак теперь займемся листьями берем наши листики первые три листа это самые маленькие так вот большие сразу отложу вот они два больших а тут у нас три маленьких один идет вверх и два один второй третий вот они три листика мы их вместе складываем смазываем обычным панцелярским и склеиваем буфер бумагой так вот что у нас получилось расправляем все это правая сторона правая сторона правая сторона теперь берем нашу трубочку смазываем ее кончик клеем ой не тем клеем смазала может не прилипнуть убираю клей вот этим клеем хорошим надо как смазать так и надеваем на основание вот чтобы оно зашло на первый листик видите основание чтобы приклеилось вот вот он треугольничек он должен приклеиться вот на этот листик приклеится хорошо оставшиеся вот видите треугольничек он приклеим и к правому и к левому листику то есть веточка вот у нас уже готова теперь нам нужно сюда еще два листика каким образом мы это делать будем мы это будем делать с помощью шила с одной стороны мы прокалываем мы прокалываем вот так смазываем немножко основание листика клеем и проталкиваем листик проталкиваем листик во внутрь вот так теперь теперь в другую страну берем шила в другой страны прокалываем и вставляем туда в наш второй листик дырочку то не хотел прям вставляться опять же смазываем все клеем вообще такая работа с горком она достаточно трудоемкая и надо конечно ждать время дать время чтобы это все очень и очень хорошо высохло вот видите что у нас получилось у нас получилась вот такая веточка которой надо присоединить наши вот такие три перца перца мы соединяем можем соединить разными способами самый легкий способ это с использованием гофробумаги вы тоже знаете в принципе давайте это сделаем но если вы хотите конечно сейчас вот мы сделаем сначала с помощью гофробумаги это наверное потом хвостик все вот маленький присоединяется к среднему вот так и закручивается сам хвостик у нас плохо прикрепился видите все таки надо давать хорошо высохнуть полностью всем деталям а потом уже сниматься их сборкой это учтите это просто я показываю вам сами так собирать будете только тогда когда все это хорошо высохнуть теперь берем третий и прикладываем соединяем все три вместе смазываем и клеем берем гофробумагу и опять же на это же место полностью приклеиваем еще раз берем куфробумагу еще раз приклеиваем еще раз берем куфробумагу еще раз склеиваем так у меня один перчик уже сорвался опять же ждем пока высохнет верхушечка прям очень хорошо наклеиваем очень хорошо наклеиваем здесь бы конечно вот мне и привязать немножко его надо можно взять в принципе проволоку и вот это место склейки перемотать вот так впоследствии потом как это все высохнет ну это все аккуратненько снимем все сейчас пусть будет вот так как есть просто как бы тут у меня еще не свалился ну вот здесь тоже я постараюсь не трогать эти перцы пока вот так 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 вот С этой стороны не очень красиво, делаем их вот с этой стороны. Мы их положим на нашу веточку, положим вот так. Можно даже вот эту веточку поднять, можно даже сделать вот так, листик опустить сюда и вот это место обработать тканью. Для этого мы отрезаем кусочек по косу, смазываем его. Обратите внимание, он у меня в форме трапеции, не просто прямоугольный, а не с ровными краями, а вот с такими треугольными краями. Для чего это делаем? Для того, чтобы он меньше видели, что у нас тут подклейка. вот, мы просто по косой берем и вот так наши перчики подклеиваем. Клеиваем очень хорошо. опять же, смотрите, дайте возможность всему этому высохнуть и возможно даже подержите вот так все в руках. уже только после того, как это все будет хорошо склеено. Еще раз намажьте руки клеем ПВА вот этим, только вот этим уже в самом конце и пройдитесь полностью вот так вот промажьте еще, потому что этот ПВА, он когда высыхает, он становится прозрачным и у вас вот это место все будет более прочным. Так вот, скажем, задеревенеет. Вот сейчас немножко, видите, клей не хочет склеиваться. Как обычно это бывает на самом-самом кончике. Это всегда так бывает. Главное набраться терпения. Дождать, когда это все высохнет. И даже я вам не советую вообще вот обрезать пока ваш перчик. Просто в зависимости от того, для чего вы это делаете. Так как вот у нас, например, это как, скажем, интерьер для кухни, да, можно этот перчик положить куда-нибудь в такую вазочку какую-нибудь. Лучше всего это сделать в плетеную корзиночку, например. Туда добавить еще разные фрукты, овощи и у вас будет уже такая годовая композиция. В зависимости от размера, вы можете отрезать сам стебелек. Ну вот, что у нас получилось. Это еще не высохло. Но тем не менее, мы с вами сделали вот такие, сейчас я уберу листик, вот такие красивые три перчика в качестве декора нашей кухни. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Каменникова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...